В прошлый раз он намечен план доказательства теории Гёделя. Точнее, первой теории Гёделя. В чем состоит теория Гёделя? Значит, что у нас было? У нас был язык арифметики. Формальный арифметик. Формальный арифметик определялся некоторым базисным набором определяемых понятий, соответствующих символов. Какие это были у нас символы? У нас была константка 0. И функции. Штрих плюс умножить. Штрих опять из плюс 1, да? Плюс это плюс, умножить это умножить. Подразумеваемая интерпретация. Это область натуральных чисел, которые у нас начинается с 0. Ну и предикаты неравенства и правенства. Функцию, которую я добавил при удобство, не забыл упомянуть. Это 2 в степени х. Ну, так же, это с него значение B и E. Здесь экспонент. В чем состоит формула или высказывание языкового арифметики? Строится урок из этого всего, из этих всех функций и предикатов, с помощью стандартных логических символов. Это нюнца отрицания. Играция нюнца. Играция нюнца. Играция нюнца. Играция нюнца. Играция нюнца. Для всех существ. Это, я надеюсь, не помню. Значит, это эти два символа заменять на слова для всех. Играция существует. Играция нюнца. И все, что можно, так сказать, выразить с помощью таких языковых средств, называются формулами языка формальных арифметиков. Играция нюнца. Играция нюнца. Имелась некоторая формальная тема, которая называлась арифметика цивилизма, и аксиомами, которые были некоторый набор базисных свойств этих всех отношений, в духе того, что это играция нюнца. 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 Аксиом был довольно удобным, но не обозрим. Главной аксиомой здесь была индукция. Математическая индукция. Которая говорила, что если некоторое свойство выполняется длину, свойство выразимое в этом языке, и если из-за того, что оно верно доискликнуло, то тогда для всякого х фи от х. Вот это все в совокупности и называлось арифметикой первой из-за схемы интуции. Ну, надо еще к этому добавить, конечно, то, что в бэкграунде этого всего, да, это, так сказать, аксиомы, формально записанные содержательные аксиомы именно для натуральных чисел. Но если мы хотим, чтобы наша формальная система была полностью, так сказать, формализованной, нам придется написать некоторое количество аксиомы, правил выпада, касающихся вот этих вот логических символов. Ну, например, какие там есть, какого рода аксиомы там есть? Ну, например, там есть такая аксиома, что если а, бэк, то а любое высказывали. Ну, это такая вещь, которую мы в нашем русском языке, в математическом языке, так сказать, даже не замечаем, когда ее пользуемся. Но если мы хотим сделать, чтобы все было формально, и никакой, так сказать, формальной системы не было, а была чистая игра в переписывании символов, но вот это все нужно явно выписать. Насколько я знаю, когда-то мы все это выписывали или фархатили, сейчас мы на этом не будем оставаться. Вот это все вместе дает нам арифметику при ана. Ну, и теперь теорема Бёдера. Теорема Бёдера звучит примерно так, что существует полная ж языка языка. Такая, что ж истинная, но у меня как бы им было Почему этот результат интересный? Потому что на самом деле в формальной системе ПА доказуемо очень много. Практически все, что можно математически доказать с использованием конечных множеств, не выходя за рамки конечных, она вся укладывается в эту формальную систему. Поэтому вам будет даже трудно предъявить хотя бы один высказание, которое не было бы доказуемо в ПА. Тем не менее, вот Гёдарь предъявил такой пример. Ну и это наиболее простая, так сказать, ограниченный такой вариант этой теоремы. Тем не менее, уже основные содержательные, так сказать, черты этой теоремы здесь есть. План доказательства теоремы Гёдарь составил вот в чем. Что мы делаем программу из трех пунктов. Значит, первый год состоял перенумеровать всех умов из языка арифметики в некоторую последовательность. Так что в этой последовательности встречается каждое восстановление, причем ровно один раз. На самом деле, не любая такая эмиграция нам подойдет, но почти любая, которая, так сказать, естественно приходит нам на пункт. Она должна быть в некотором средстве, ну если говорить точно, она должна быть вычислимой. Ну а если говорить еще точнее, она должна быть вычислимой, причем такой, что в арифметике ее основные свойства должны быть доказуемы. Но для нас сейчас важно, что вот есть такая нумерация, которую мы сегодня как раз и поизучаем поподробно. Вот так был второй важный пункт программы. Выразить в арифметике предикат доказуемости. То есть написать такую формулу с одним параметром x, которая выражает тот факт, что формула с номером x, мы ее обозначили в x, да, доказуемо, формаемость в B. Откуда ее взять, такую формулу, это некоторая, ну скажем так, отдельный этап этого доказательства. О нем тоже говорим. Ну и, наконец, третий пункт, который мы, собственно, проделали, это Гёделевский трюк, который заключается в том, что как только у нас такая формула построена, мы можем найти, построить такое высказывание G, которое было бы эквивалентно собственной недоказуемости. То есть такое, что G равносильно такого бы высказывания. Неверное, что... Вход... Где... Где... Где есть номер G. Где G равно G, так сказать. Иногда то же самое обозначают в уголках. Номер G... Таким образом, G говорит о самой себе, что формула с номером N, то есть сама G, не является проказой. Ну и дальше. Если мы такое же построили, то простые, так сказать, такие скандалы. Вдумываясь в смысл того, что такое, что говорит G, мы понимаем, что такое G, ну не может ему быть истинной и не доказуемой. Ну и все. Это и будет то самое знаменитое Геройское утверждение. Тут, по ходу дела, возникала некая функция подстановки, которую тоже требовалось вывезти в арифметике. Но более или менее это было по модулю пунктов, выполнение пунктов 1 и 2. Так что нам, собственно, осталось выполнить пункты 1 и 2. Через 50 раз.